Десна ТВ В этом году президент Владимир Путин подписал указ об учреждении 5 декабря праздника Добровольцев Дня Волонтера. Волонтеры – это люди, которые посвящают свой талант, время, энергию на общественную работу и помощь людям безвозмездно. По этому поводу глава города Андрей Шубин собрал добровольцев, чтобы вручить важный документ – личную книжку волонтера. Эта книга предназначена для учета волонтерской деятельности и содержит сведения об их заслугах. С такой активной молодежью мы в городе можем свернуть, сделать очень много других дел. Но и ко всему сказанному хочу добавить, что мы всегда открыты, доступны и готовы вместе с вами работать. Бога нашла. В торжественной обстановке ребята произнесли клятву волонтера. Всего получили книжки более 40 учеников. Вступила я туда, конечно же, по собственному желанию, потому что это пригодится и в будущем. И свой досуг надо чем-то занимать. С пятого класса занимаюсь этим. Очень рад, это очень хороший опыт. Нужно помогать нуждающимся. Мы волонтеры! Ура! Агентство политических и экономических коммуникаций опубликовало рейтинг влияния глав субъектов Российской Федерации. Губернатор Алексей Островский сохраняет позиции. Он входит в группу губернаторов с сильным влиянием и занимает 39 место среди 85 глав всех субъектов. Этот опрос проводится методом закрытого анкетирования. В нем приняли участие 28 экспертов – политологи, политтехнологи, медиаэксперты и журналисты. С 1 января ветеринарная служба Смоленской области начнет работать в новой системе «Меркурий». Она предназначена для электронной сертификации продуктов питания и отслеживания их перевозки по стране. Благодаря этому смоленские предприятия откажутся от бумажных ветеринарных сертификатов. Теперь покупатели смогут узнать всю информацию о продукции животного происхождения и рыбе по специальному штрих-коду, используя мобильное приложение. 5 декабря глава муниципального образования Андрей Шубин провел плановое совещание с председателями комитетов администрации и руководителями муниципальных предприятий и служб. Подробнее в нашем сюжете. Перед началом рабочего совещания Андрей Николаевич вручил благодарственное письмо коллективу первой школы за реализацию направлений детско-юношеской организации «Российское движение школьников». Глава города объявил, что 7 декабря с 11 часов в кабинете 325 будет проходить мероприятие «Школа грамотного потребителя». Данный проект идет под эгидой «Единой России». Это проект, сюда прибудут специалисты. Основные вопросы – это жилищно-коммунальное хозяйство, то, что волнует в наших гаражах. Приглашаются, понятно, управляющие организации представители в обязательном порядке. Председатели советов домов и активные граждане нашего города, кому не безразлична данная область. Коммунальные службы работают в штатном режиме. В связи с обильным снегопадом техника и персонал выходят на смену в 4 часа утра. На официальном сайте администрации Десногорска размещено уведомление о проведении публичных обсуждений муниципального проекта формирования программы «Комфортная городская среда». Пользуясь случаем, я хочу обратиться к населению нашего города, принять самоактивное участие в обсуждении данной программы. Потому что результат и качество выполнения этих работ будут зависеть в первую очередь непосредственно от жителей. А так как данная программа начинает у нас действие с 1 января 2017 года, и мы постараемся осуществить на территории муниципалитета, у нас 4 микрорайона и 3 территории общественные. Поэтому я думаю, что будет интересно, и мы принимаем любые предложения, замечания для того, чтобы этот документ воплотить в жизнь. Инфекционные заболевания в городе регистрировались на обычном уровне. 57-летний житель Ельни попался во время погрузки деревьев в грузовой автомобиль. Полицейские изъяли древесину, транспортное средство, две бензопилы и задокументировали порубку 30 берез. Неоднократно судимый мужчина причинил лесному фонду материальный ущерб на сумму более 150 тысяч рублей. Ему грозит лишение свободы до 7 лет. В Смоленске задержали двух мужчин. Они распространяли поддельные пятитысячные купюры. Фальшивки молодые люди приобретали через интернет, а затем расплачивались этими купюрами за доставку пиццы. При каждом заказе подозреваемые меняли номера телефонов и указывали новые адреса. Таким образом, им удалось сбыть две пятитысячные. Однако в третий раз один из курьеров службы доставки узнал покупателя-обманщика. Возбуждено уголовное дело. Им грозит 15 лет колонии. С 15 ноября по 15 декабря в Смоленской области проходит конкурс «Рисунка. Нарисуй Россию». Он приурочен ко Дню Конституции Российской Федерации. Ученики школ нашего города и воспитанники детского дома творчества приняли участие в муниципальном этапе. О том, какие достойные работы представили десногорские ребята, мы расскажем далее. 5 декабря в детском доме творчества прошло награждение участников конкурса рисунков. Более 70 детей в возрасте от 7 до 16 лет приняли в нем участие. Педагоги школ и детского дома творчества отобрали 13 работ. Все рисунки яркие, интересные, поэтому жюри было сложно определить лучшие. Работа 9 июля, занявшей гран-при, отправлена в Смоленск для участия в региональном этапе конкурса, который пройдет с 7 по 15 декабря. Она не была сложной, она была интересной, поэтому я получила знания от этого, удовольствие. Я рисовала традиции России. Я изобразила там Ивана Купала и Масленицу. На церемонии награждения выступили коллективы детского дома творчества «Веснянка» и «Забава». 5 декабря во второй школе прошла встреча учеников пятого класса с Татьяной Чумаковой. Встреча была посвящена проекту «Слава Созидателям». Цель таких мероприятий – сформировать гражданскую активность у детей на примере жизненного пути героев-земляков. Татьяна Андреевна рассказала пятиклассникам о том, что приехала в Десногорск в 1974 году и более 30 лет проработала бухгалтером в домостроительном комбинате. Ребята с удовольствием слушали рассказ, задавали вопросы, а в конце встречи подарили Татьяне Андреевне цветы и поделку ручной работы. «Росатом» начинает строительство первой в Бангладеш атомной электростанции. АЭС РУПУР будет состоять из двух энергоблоков поколения 3+, отвечающих всем постфукусимским требованиям безопасности. Накануне состоялась церемония заливки первого бетона, символизирующая начало фактического строительства. Бангладеш, Дакка. Даже здесь, в столице страны, темные улицы в основном освещаются не фонарями, а фарами проезжающих автомобилей и мотоциклов. Еще сильнее дефицит электроэнергии ощущается на окраинах Южноазиатского государства. По оценкам экспертов, почти 40% из 170 миллионов жителей Бангладеш до сих пор вынуждены готовить пищу на огне, а в качестве источников света использовать керосиновые лампы. Менять эту ситуацию к лучшему будут российские атомщики. На сегодняшний день в Бангладеш генерируется порядка 16 гигаватт в год. На пике потребления не хватает более 3 гигаватт, то есть весьма заметную цифру. Без сомнения, оба блока сразу перегроют этот энергодефицит, плюс дадут определенную добавку, уже, что называется, на вырост. Росатом возведет в Бангладеш первую атомную электростанцию, в состав которой войдут два энергоблока мощностью 1200 мегаватт каждый. Накануне состоялась церемония заливки первого бетона АЭС Рубпур, которая символизирует фактическое начало строительства. Строительство АЭС – это давняя мечта бенгальского народа. И сегодня мы стали на шаг ближе к ее осуществлению. Энергоблоки с реакторами ВВР-1200, возводимые Росатомом в Бангладеш, относятся к поколению 3+, и соответствуют всем постфукусимским требованиям безопасности. Многоуровневая защита рассчитана на то, чтобы справиться со всеми гипотетическими запроектными авариями, а также защитить атомную станцию от воздействия техногенных катастроф, землетрясений, ураганов и наводнений. В частности, для защиты АЭС от выходящего из берегов Ганга строят дамбу. В настоящее время в зарубежном портфеле заказов Росатома сооружение 34 энергоблоков в 12 странах мира. Строительство каждого из них – это новые заказы для российских атомных предприятий и создание новых рабочих мест. Только возведение АЭС РУПУР позволяет занять не менее 12 тысяч российских специалистов. Сдача первого блока запланирована на 2023 год, а значит, уже совсем скоро время темных улиц для Бангладеш останется в прошлом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин